Комиссия при правительстве начала разрабатывать механизмы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Предложение по демонополизации экономики представят к концу этой недели. Каких результатов от работы комиссии стоит ждать? Мнение экспертов выслушал Еламан Раенбеков. Возврат необоснованно приватизированных объектов приведет к восстановлению баланса социального равенства, считают аналитики. Главное условие, говорят эксперты, проводить расследование максимально прозрачно, а не заниматься дележкой. От должного контроля зависит и рост экономики, и привлекательность страны для иностранных инвесторов. Скорее именно разделение рынка, то есть разделение долей на рынке. Если финансо-промышленная группа владела 99% рынка бумаги, то теперь она будет владеть 15-20%. Бывает и такое, что чиновники, незаконно приватизируя предприятие, сразу же перепродают его добропорядочным бизнесменам. Те, в свою очередь, как говорится, ставят на рельсы объект. Как тут быть для комиссии станет сложной дилеммой, утверждают экономисты. Если компания, допустим, до сих пор находится, во-первых, в частных руках, у того, кто ее приватизировал, два, и в-третьих, компания продолжает пользоваться государственной поддержкой, берет бюджетные деньги. Я боюсь, что сейчас, вот в этом войне, так сказать, всех против всех, пострадает добропорядочный предприниматель. Предстоит наказать не только приватизировавших, но и тех, кто допустил эти необоснованные сделки. А среди них могут оказаться и приближенные к составу комиссии, что также вызывает немало вопросов насчет объективности. Елеман Раимбеков, Информбюро, Алматы. Продолжение следует...